Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня мы посмотрим мой заказ Фаберлик по 15 каталогу. Наконец-то заработал Фаберлик Клуб. И там появилось очень много классных продуктов. Но об этом в конце. В этом заказе у меня целый арсенал красок. Три штуки оттенка 3.0. Это Фаберлик Эксперт Колор. Моя любимая красочка, которой я крашусь, пользуюсь и менять ее не собираюсь. Артикул у нас 3.0, оттеночка 180-22. Это темный каштан. И он, девчонки, не уходит в рыжий цвет. У меня берет его постоянно моя знакомая. Так, вот третья. Три штуки она целых взяла себе в запас. Краска классная. Кто пользовался, знает. Кто не пользовался, рассказываю. Цвет впечатывается в волос моментально. Он потом не смывается. Я, когда была брюнеткой, красилась тоже этой краской. Правда, оттенком 4.1. У меня многие девчонки спрашивали. Красивый оттенок именно Эксперт Колор темный подсказать. 4.1. Восхитительный оттенок с пепельным отливом. Темно-темно-темно русый. Практически черный. Вот если посмотрите мое старое видео, где я была брюнеткой, там я красилась вот именно 4.1. Очень благородный. 3.1, 3.0 потемнее и практически черный. На заказ еще у меня оттеночек 7.1. Тоже очень любят у меня его девочки брать. Он классный, но он немного темнее, чем мой цвет сейчас. Хотя на коробке кажется, что должен быть светлей. Поэтому, девчонки-блондинки, не ошибитесь. 7.1 уходит в русый цвет. Причем, ну, в такой темноватый. Я же сейчас крашусь двумя оттенками. 7.1 плюс 8.1. Это у нас пепельный блондин и светлый пепельный блондин. Смешиваю их пополам. Так, артикулы. 7.1, 180, 38 и 8.1, 180, 43. Я эти две красочки, мне хватает на два раза, а то и на три, потому что сейчас в основном крашу только корни. Весь волос целиком не крашу. Раз в полгода, может, буду освежать, а так не хочу больше их жечь. Смешиваю пополам. Половиночку беру окислителя. В 7.1 шестерка, в 8.1 девятка. Поэтому беру тот, 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 тот. Крашу свои корни. За 10 минут распределяю по всей длине водичкой, смачивая красочку. И потом смываю. Вот такой цвет получается. 7.1 плюс 8.1. Так что, девчонки, кому надо, берите на заметку. Что еще хотела сказать по этой краске. Это единственная краска, которую я пробовала. Пепельный оттенок с волос, у которой не смывается через несколько помолок. Она действительно стойкая. И пепельный цвет держится на волосах продолжительное время. В каталоге появились остаточки прошлогодней коллекции «Зима». В следующем каталоге он у нас выйдет в новом формате, в новом оформлении. Я взяла защитный крем-концентрат для рук. Артикул 0932. Очень люблю этот крем. В том году прям только им и пользовалась. Он питательный, подходит для сухих рук. Смывается с рук не с первой помывкой. То есть в воду залезли, он еще будет на руках, будет работать. Поэтому его очень люблю. Взяла себе две штуки в запас. А здесь у нас все в слюде. Сейчас открою, покажу вам консистенцию. Вот так это все запечатано. Что даже не с первого раза распечатаешь. Фольги нет. Вот такая консистенция. Довольно плотная и очень питательная. Сразу при нанесении на ручки чувствуете, что он такой достаточно. Он не жирный, нет. Он питательный. Именно питательный. Классно увлажняет руки, смягчает их. В общем, я люблю этот крем. Надеюсь, что новая линейка будет не хуже. Дальше в моем заказе пара водных освежителей. Хотела взять имбирный пряник, но в этом каталоге его, к сожалению, по акции нет. Он будет в следующем. Если вы заметили, у нас все подорожало. Рублей на 6, на 7. Освежители уже не 89-85, как были, а 99-95 по акции. Так что все уже у нас дорожает. Первый освежитель у меня зимней ягоды понравился. Хороший. Кто не знает, девчонки, здесь есть заглушка от деток маленьких, если они у вас любят побаловаться. Вот хоп и не нажмете. Зимние ягоды, артикул 112-33, мне понравился больше, чем второй тропический бриз. Артикул 113-26. Тропический бриз быстро испаряется из воздуха и не чувствую его аромат. А вот зимние ягоды несколько часов в квартире витает. Имбирный пряник вообще часов 5 держится в воздухе, за что я его и люблю. Поэтому, если будете выбирать, я посоветовала бы вам зимние ягоды. Пахнет классно, пахнет ягодками. Не скажу, что зимними. Клюквой, малинкой. И вот хороший запах, классный, мне нравится, сладковатый. Звежители у нас безопасные для детей, для животных. Они водные, увлажняют помещение. Люблю их, всегда беру и буду брать. Не первый раз в моем заказе губная помада «Абсолютный объем». Это у нас «Дыхание пиона» оттенок, я помню. Артикул 498. Распечатать не могу, у меня его заказывают. Заказывают не первый раз. Он такой вот, смотрите, розовенький. Хорошо, когда помадку, можно хотя бы так вот посмотреть. Розовенький, нежненький, такой очень приятный оттенок акции. В этот раз были зубные пасты из серии «Кошка Манго», «Кошка Малина», не знаю, как правильно. И у меня здесь «Кошка Манго» 6+, и «Кошка Клубника». Она у нас 3+. Обратите внимание, у кого детки там возрастов каких. Пасты все фольгированы. Берем не первый раз. Очищают налет на зубках хорошо. Никаких нареканий к ним нет. Артикул 6+, с «Манго» 24,42. 3+, с «Клубникой» 24,41. С «Манго» вообще прям «Манго» не химозная, как натуральный бомбезный. Я сама ее чистила, она шикарная. Так что вот такие пасты присмотритесь, по 67 рублей не есть. Попоном 250 рублей. Наиболее выгодным мне показалось взять пилинг «Шаг Б». У меня он сейчас есть и в активном использовании. Раз в неделю стабильно я его применяю, потому что осень, пора очищать свою кожу. Пора ее, так сказать, приводить в порядок. «Шаг Б» обошелся в 200, мне кажется, 199 даже со скидкой консультанта. Это небывалая цена для этого пилинга. И качество у него действительно обалденное. Кожа после него, как после салонного пилинга себя чувствует. Знаете, есть такое сильное, довольно-таки сильное покраснение. И она гладкая, невероятно гладкая. Здесь большое количество мелких частичек. Здесь есть АХ-кислоты. И хватит вот этого флакончика вам тоже надолго. Но на сезон до весны однозначно. Если нет возможности взять всю систему, берите у кого есть купончики «Шаг Б». Это действительно достойный пилинг, который приводит вашу кожу в идеальное состояние и очищает. Повторила свою покупку, уже три штуки у меня, наверное, в запасе. Бальзам «Гладкие пяточки». Была на него, потому что скидка. Артикул 1661. И он классный. Он реально классный. Он смягчает стопы. Я им иногда даже руки на ночь мажу. Он просто потрясающий. Девчонки, ножки, пяточки будут как у младенца. Кто не пробовал, очень советую вам к нему присмотреться. Средство работающее. Это косметичная. В общем, огонь. Ну и дальше, девчонки, Фаберлик Клуб. Три продукта я взяла там, которые мне очень хотелось взять. И оказалось, что они там есть за 1 рубль всего. Это гель «Викенд». Если смотрите меня давно, знаете, что я обожаю эту линейку. Артикул его 01.39. Девчонки, он есть в Фаберлик Клубе. Берите, пока не расхватали. У бедня он был в прошлом году. Как только появилась эта серия, я тестировала именно гель. И он классный. После него действительно кожа как отдохнувшая. Возвращается румянец. Вот я перед тем, как снимать видео, наносить макияж, нанесла этот гель. Вот видите, какой у меня румянец. Поэтому я люблю эту линейку. У меня сейчас есть и маска в использовании ночная, и сыворотка. Обожаю. И взяла теперь на день себе вот такой вот гель. Он такого же цвета, как и сам тюбик нежно-розового. Консистенция. Девчонки, действительно гелевая, но он непрозрачный. Вот так выглядит. При разнесении на кожу впитывается не очень быстро, я вам скажу. И впитывается где-то минут через пять полностью. Кожа после него не липкая. Не скажу, что матированная, не скажу, что блестит. Вот вы видите, какая она у меня сейчас, да? Ну, румянец прям вообще огонь просто. Запах классический, классный. Отдушка мне нравится у этой линейки. Она, ну, замечательная просто. Для сухой кожи гель подойдет однозначно. Для комбинированной подойдет. И я думаю, что даже для жирной. Потому что никакого утяжеления, ничего он не создает. Все вот практически впитался. Кожа гладенькая и в то же время напитанная. Я бы вот даже сказала, что у него средняя такая консистенция между гелем и кремом. Потому что гели, они все-таки полегче немножко. Вот. Так что пробуйте, девчонки. Серия действительно классная. И стоит вашего внимания, пока есть в Фаберлик Клубе. Хватайте. Первый продукт, который я взяла и сегодня уже протестировала. Это у нас шампунь-скраб Black Detox для глубокого очищения волос и кожи головы. Технология кристальное очищение. Артикул 83-51. И он тоже, девчонки, есть в Фаберлик Клубе. Так что берите. Это действительно скраб-скраб. У меня из этой линейки был черный шампунь. Он тоже очищал волосы до скрипа. Но этот вообще огонь. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Он черный. И там много-много скрабирующих частичек. То есть прям вот знаете, как скраб для тела. Смотрите. Видите? Ну я так подозреваю, что эти частички уголь, потому что они все разного размера и угловатые такие. Знаете, уголь подробили и положили туда. Наносите на голову, на кожу головы, стараясь, конечно, но и волосы тоже. Массируете как следует, скрабируете. Потом смываете. И наносите вашу масочку или бальзамчик какой-то. Потому что просто помыв водой, вы не смоете все вот эти частички однозначно. Там даже так написано сзади на самом флакончике, что не получится. Нужно нанести потом бальзам, либо свою масочку. И с ней уже потом они смываются абсолютно точно все. Для чего это нужно, девчонки? Чтобы ваши волосы не привыкали к шампуням, не накапливали в себе различные силиконы и другие добавки, которые есть сейчас в наших шампунях. Чтобы они жирнились пореже. Чтобы очищать кожу головы, пробуждая волосяные фолликулы. Чтобы лучше росли волосики. Именно для этого нужны такие средства. Я вам настоятельно рекомендую присмотреться к этому продукту. Он в Фаберлик Клубе есть. Еще раз говорю, за 1 рубль берите обязательно. Волосы после него скрипят. Они какие-то, знаете, становятся ожившие что ли. Вот я помыла голову этим шампунем и нанесла потом бальзамчик из лакрем, кстати, ментоловый. Все, волосы огонь. Просто чувствуют себя замечательно. Кожа головы тоже нуждается в скрабировании, потому что там тоже есть отмершие частички, которые иной раз мешают волосику пробиться, когда ему это нужно. Поэтому раз в 10 дней или раз в неделю я обязательно пользуюсь вот такими средствами. В зависимости от того, как часто вы моете голову. И очищаю свою кожу головы и волосы от силиконов, парабенов, лака, кто пользуется, муссо и так далее. Очень рекомендую вам этот продукт. Он просто великолепный. Попробуйте, однозначно не пожалеете. И еще один продукт, который я взяла по Фаберлик Клубу за 1 рубль. Это у нас помадка матовая. Первая леди. Девчонки, там есть матовые помады Первой леди и есть помады с сывороткой в Фаберлик Клубе. Я была этому несказанно рада. И несмотря на обилие помад в моей косметичке, все-таки не удержалась и решила заказать. Артикул 436. Это помада у меня сейчас на губах. Это классический красный цвет, который, мне кажется, подойдет всем. Вот так выглядит флакончик. Он с зеркальцем. Нажимаем на кнопочку вверху. Хоп, помадка выскакивает. Люблю эти помады. Есть у меня еще в другом оттенке. Именно помада Первой леди. Смотрите, в стике. Красота невозможная просто. И сводчик вам сейчас сделаю. Тут один раз провела, тут несколько. Смотрите, вот это классический красный цвет, который не уходит ни в розовый, ни в рыжий, ни в какой-то там другой, не имея никакого секрета и подтона. Классика жанра, так скажем. Сейчас посмотрим в каталоге, действительно ли совпадают цвета. Нашла. Смотрите, девчонки. Вот он он. 436, да. Вот он в каталоге. И вот он в стике. В стике темней. То есть, если я вот так прикладываю, смотрю, в каталоге, мне кажется, оно уходит в розовое, что ли. Но в целом похоже. Нет, похоже. Но небольшое, видите, расхождение есть. Финиш, кстати, у помады матовый. Прям вот матовый, матовый. Если есть шелушение на губах или какие-то неровности, подчеркивать будет однозначно просто. Поэтому такой вам лайфхак. На ночь можно губки проскрабировать жестким таким скрабиком и потом смазать витамином А или Е жидким, или АИ вид, знаете, капсулку проколоть и смазать. И тогда будете носить матовые помады и не бояться, что какие-то неровности у вас подчеркнутся. Если не перекусывать, она будет держаться, мне кажется, сутки. Я вчера ее носила весь день, никуда она с моих губ не елась. Только вот после ужина она сошла, сошла мягко, оставляя контур. Красный контур как бы нормально в целом. Если перекусили, можно подкрасить и огонь. Очень стойкая помада. Даже если сравнивать с теми же Vivienne Sabo, здесь стойкость гораздо лучше и больше. Там они такие, знаете, проведешь, и можно смазать. А здесь практически ничего, видите? Так что берите помаду, пока не расхватали. Мне кажется, сейчас Фаберлик Клуб расхватают моментально эти все вещи. Ну и каталог, конечно, у нас. Каталог, кстати, классный. Мне понравился. Я уже полистала 16-й. Много новинок. Прям вот классный. Здесь у нас новичкам в подарок идет водичка Юдашкина. Ссылка на регистрацию у меня всегда под видео. Если кто не зарегистрирован еще пока в Фаберлик, не бойтесь. Будете заказывать для себя со скидочкой. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok